Здравствуйте, друзья мои! У Церкви есть проблемы. Наша церковная жизнь состоит не только из великих прорывов, интереснейших совершений, благодатных происшествий, но еще и из проблем. И я глубоко убежден, что именно у Церкви должна быть монополия на решении этих проблем. И, увы, так получается, что большинство наших проблемных вопросов озвучивают люди к Церкви глубоко несимпатичные, несимпатизирующие Церкви. Иногда даже враждебно настроенные. И так почему-то произошло, что мы отдали решение этих вопросов нашей внутренней церковной жизни на откуп людям, которые далеко нам не дружественны, очень часто не дружественны. Церковь должна сама научиться говорить о своих проблемах, правильно их решать. И сегодня мы с вами попытаемся этот навык как-то осветить, поставить, очертить, потому что это очень-очень важно. И я начну с обычной истории, о которой очень много на наших приходах случается. Обычная церковь, рядовая служба, литургия. К чаше подходят причастники, и среди причащающихся стоит девочка, семи лет. Она подходит к чаше, называет свое имя, и священник собирается ее причастить. Другой священник, который в это время исповедовал, подбегает неожиданно к чаше и говорит служащему батюшке, не причащайте ее, она не исповедовалась. Но священник все равно читает молитву и причащает эту девочку, дает ей целовать чашу, и потом заходит в алтарь, где его ждет второй священник для того, чтобы выяснить отношения. Обычная совершенно история. Люди, которые живут приходской жизнью, знают, что такое случается. У священников бывают разные мнения на одни и те же вопросы. Но что же было дальше? А дальше была распеканция, потому что священник-исповедующий, требный, как его называют на приходе, он старше, опытнее и стал отчитывать младшего служащего священника за то, что он нарушил все церковные правила и каноны и причастил семилетнюю девочку, не потребовав перед этим, чтобы она исповедовала свои страшные беззакония, грехи и злодеяния. И молодой священник сказал, ну почему бы мне ее не причастить? Это же ребенок. Зачем мне гнать ее на исповедь? Я же сам знаю, что такое дети, и у меня у самого дети есть, говорит этот батюшка. На что старший священник сослался на священный текст, на Евангелие и говорит, но Евангелие же нас учит, не давайте святыне псам. Не давайте святыне псам. И батюшка попытался оспорить этот аргумент, потому что можно привести и другие цитаты из священной псы. Например, пустите детей приходить ко мне. Но он просто растерялся. Он никак не ожидал услышать такую фразу относительно маленькой семилетней девочки, грехи которой не давали покоя пожилому батюшке. Это обычная история, рядовая. У нас таких сюжетов очень много. И во время посиделок священники делятся друг с другом такими происшествиями. Не только священники, но и прихожане. Это нормально. Это вполне обычные вещи. Но необычно здесь что? Необычно то, что священники не имеют одной точки зрения, например, на одну и ту же практику. Необычная позиция священника пожилого относительно ребенка. И необычный способ цитирования священного писания. Давайте мы эти моменты слегка проанализируем. Начнем с последнего. Как вообще можно по-человечески объяснить и оправдать такую реплику из священной книги применительно к маленькой девочке? Если бы эту фразу священник обратил к своему ребенку, назвал псом, собакой, своего собственного ребенка. Или кто-то другой сказал. Я думаю, папа бы возмутился. Возмутился. И даже, может быть, некоторые отцы пустили бы в ход кулаки. Потому что это страшное оскорбление. Но в том-то и дело, что иногда религия позволяет нам самое жуткое хамство и грубость. Мы сами себе это разрешаем. Ведь в Писании этого нет. Писание не говорит нам, как применять эту фразу. Она использовалась, прозвучала эта фраза в конкретном контексте. Определенной ситуации, которая имела бы быть место в жизни Христа, и его апостолов, и его учеников, современников. Если человек способен оскорбить цитаты из Священного Писания, что это о нем говорит? Что у него в душе происходит? Конечно, второй вопрос. Как церковь смотрит вообще на такие вещи, как причащение без исповеди? На самом деле у нас нет единой практики, у нас нет единого подхода по этому вопросу. Есть набор разного рода традиций, преданий. Можно поступать так, можно иначе. И мне кажется, это вполне нормально. Вот попытка унифицировать всех, подогнать под одну гребенку, меня пугает. И почему-то постоянно находятся люди, которые собираются в группы ревнителей, благочестия, позволяющие себе не просто такими цитатами из Священного Писания клеймить и оскорблять детей и их родителей, но даже людей, которые, например, спокойно относятся к причастию без исповеди, называют обновленцами, модернистами, еретиками. И как только ты начинаешь спорить с таким человеком и показываешь, что он сам обновленец, еретик, он страшно обижается. Но как же вы? Почему вы меня оскорбляете? Почему вы меня обижаете? Друзья мои, это страшная болезнь такого религиозного, церковного лицемерия, ханжества, когда мы позволяем себе грубить, унижать, оскорблять человека только потому, что он не соответствует какому-то канону, который вы где-то вычитали. Литургия для того, чтобы на ней причаститься. И на самом деле, естественное, нормальное состояние человека, который находится на литургии, если он христианин, если он член общины, если он верующий человек, он должен подойти к чаше, потому что сама литургия выстроена таким образом, что она зовет всех приобщиться. «Что воздам Господи, а всех я же воздадиме», восклицает псалмопевец. И мы этот псалм читаем в последовании к ствум причащению. Он задает себе вопрос, «Как мне отблагодарить Бога?» И отвечает на этот вопрос. «Чашу спасения приему, имя Господне призову». Причащение — это жест благодарности. Это не просто освещение моего телесного состава, моей души просветления. Я причастен не потому, что я готов. Я исповедовался, вот я теперь собран. Надо бы успеть. И некоторые люди настолько нервничают по поводу причастия, что прибегают на исповедь несколько раз за службу, потому что вдруг вспомнили какой-то грех. И надо успеть вот этот промежуток, когда я еще не успел нагрешиться, причаститься, чтобы потом спокойно, с чистой совестью уже грешить, не оскорбляя причастия. Это извращенное понимание смысла литургии, самой сути христианской жизни. Причащение — это жест благодарности. Это благодарная молитва. Благодарственная молитва — это словословие Господа. И поэтому возникают в нашей практике религиозно-церковные благодарственные молебны, какие-то чины особенные. Не знает христианство никаких других форм словословия Господу, кроме литургии. А литургия, суть ее, ее финал, ее цель, как говорит святой Николай Кавасилович, причащение верных. Ни поминовение усопших, ни частички, которые мы ссыпаем. Это тоже важно, кстати. Это правильно все, когда на своем месте. Но суть именно в том, чтобы человек причастился. И если вы позволяете себе называть ребенка псом, чужого ребенка, невинного ребенка, называть псом, Боже мой, ведь священник прекрасно знает, как исповедутся дети, Боже мой, в чем им каяться. Они вообще не понимают, что происходит, что от них хочет этот бородатый батюшка. Но нужно соблюсти форму. Нужно сделать все, как положено, забывая суть, содержание, смысл, ради чего все это делается. Поэтому, друзья мои, о таких проблемах мы должны говорить открыто, спокойно, уважительно друг другу, конечно же, но называя вещи своими именами, отказываясь от того зла, который незаметно примешивается к нашей христианской вере. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok